Всем доброго времени суток, с вами снова Адмирал Дредд, и сегодня мы будем строить снежный крейсер. Это такой американский вездеход на трёхметровых колёсах, который пытался покорить Арктику, но у него это не получилось, и он был вскоре заброшен и утерян навсегда. Вот, сегодня мы будем строить сам снежный крейсер, самолёт, который ставится на его крышу, заднюю часть, когда она снята с него, ну для перевозки на корабле, на корабле для его большей компактности, ну и двойные колёса. Всё это мы сегодня сделаем. Ну, сейчас мы к этому приступим. Только для начала я сделаю прорисовку поменьше, чтобы у нас не лакало, и можно приступать. Для этого вездехода нам понадобятся блоки магнетита для колёс, блоки кирпичей нижнего мира, ступеньки тоже, можно использовать и из чернокамня, но я буду использовать из именно кирпичей, потому что мне привычнее. Красный бетон и также какие-нибудь красные полублоки или же ступеньки для кабины. Приступим. Вот, например, у нас здесь есть место, где мы его будем строить. Для начала нам нужно поставить колёса. Сделаем сначала переднюю пару колёс. Расстояние между ними три блока. И делаем вот такие вот колёса. Он сделан у меня, этот крейсер, в масштабе один к одному. Абсолютно везде он один к одному, и по длине, и по ширине, и по высоте. Вот у нас колёса. В серединку мы ставим блок магнетита, и здесь тоже. И мы теперь берём голову скелета и сушителя и ставим её по центру. Это у нас колёса. Передние. Теперь нам нужно задние. Для этого мы отступаем ровно три блока. И вот здесь уже будет у нас колесо следующее. Но опять же, с краю мы ставим ступеньку. Вот, получается три блока между этими двумя ступеньками. Сзади мы ставим ступеньку, и опять ставим всё то же самое. И у нас получается колесо. Это у нас второе колесо. И делаем такое же колесо и с другой стороны. То же самое расстояние между ними. Вот. Простите, если немного лагает. Вот, если что, мой старый мир, где мы уже делали различные фортификации. Вот, кстати, пушка. Которую я вот выложил уже в туториал. Но для начала мы построим этот снежный крейсер. Не будем отвлекаться. Теперь мы берём красные ступеньки. Ой, полублоки, простите. И наверху мы делаем вот так. Три вперёд. Три вперёд. И после чего делаем вот так четвёртый ряд. Но здесь уже по бокам нету блоков. Сзади пока что мы ничего не будем делать. Потому что пока что мы сделаем версию без задней части. Потом мы её приделаем. Вот. И теперь мы от этой части. То есть вот здесь заканчивается. Всё заполняем внутри этими полублоками. Вот так это всё будет выглядеть. Дальше мы берём красный бетон. И делаем нос нашего крейсера. Для этого ставим здесь пять блоков прямо над вот этими тремя. И проводим линии колёсом. Вот. Здесь делаем то же самое. Опять. Заднюю часть не трогаем. После чего мы делаем второй слой. Точно такой же. Баннеры я вам покажу потом как делать. Вот так это всё будет выглядеть. После чего можно взять, например, кварцевые блоки. И для большей. Нет. Кварцы, блоки здесь не подойдут. Возьмём, например, дверь. Поставим её сюда. И здесь вот так два блока. Это у нас будет проход к задней части. Теперь мы поработаем над вот этими ароматизаторами. Ну, вы меня поняли. Над пружинами. Ставим здесь две. И здесь вот так две. Над блоком магнетита. Вот что у нас получается. Дальше. Дальше мы здесь ставим ещё три блока. Здесь ставим три блока. Проводим линию здесь. И вот здесь. Дальше. Мы здесь тоже ставим линию в пять блоков. Здесь два. Здесь два. Также заполняем здесь, чтобы наш водитель не упал. Как-то так. Дальше мы берём теперь ступеньки. Здесь три в серединке. И здесь три. И не забываем про полублоки. Теперь мы сделаем именно саму кабину. Берём стекло. Самое обычное. Ну и стеклянные панели. И повторяем за мной. И сзади ставим три ступеньки красные. Дальше нам понадобится нитка. Здесь ставим две нитки. И на них мы уже ставим коврик. Шесть ковриков. Теперь нам осталось только эта вся платформа. И задняя часть. Мы теперь берём красные шелкеры-боксы. И сначала сделаем для них пазы. Для того, чтобы сбоку здесь не было видно дырок. Здесь мы ставим блок. Здесь ставим блок. Здесь ставим блок. Здесь ставим блок. И за пружинами тоже ставим по блоку. Вот. Теперь у нас не будет видно дырок. После чего... Повторяем опять за мной. И здесь уже мы полностью заделываем всё. Про это не беспокойтесь. Это мы всё сейчас закроем ковриком. Только вот эти блоки мы должны пока что сломать. Вот эти все. Здесь мы сделаем колёсные арки. И здесь заделаем вот так заднюю часть. Вот что у нас получается. Теперь мы берём ступеньки красные. И вот так делаем колёсные арки. Про дырки наверху не беспокойтесь. Сейчас мы их закроем шелкеры-боксами. Для этого ставим два шелкера-бокса здесь, как показано. Чтоб они вот этой нижней частью стыковались с пружинами. Дальше здесь ставим именно, чтобы он смотрел на этот блок в серединку. И здесь. Здесь то же самое. И здесь смотрим, чтобы они тоже смотрели на пружинки. Вот что у нас получилось. Берём опять нитки. Они нам опять понадобятся. Ставим одну сюда, одну сюда, одну сюда, одну сюда. Здесь я забыл немножко колёсные арки поставить. Вот. Поставили. Теперь берём коврик и всё сверху накрываем. Абсолютно всё, кроме... Кроме вот этих двух шелкер-боксов. Ну и этих, и этих, и этих. Накрываем всё, кроме шелкер-боксов. Также лучше не закрывать вот этот блок и вот этот блок. И также эти три блока не трогаем. Вот. То есть вот эти вот блоки не трогаем, а все остальные не закрываем. Вот. У нас крыша нашего снежного крейсера готова. Берём также обычные кнопки. Для большей детализации ставим две сюда. И две с другой стороны. Вот. Можно сказать, у нас уже сам снежный крейсер готов. Это именно как он будет выглядеть при перевозке на корабле. А так будет выглядеть, смотрите внимательно, задняя часть при перевозке на корабле. Она будет выглядеть точно так же, как мы сейчас будем её строить здесь. Но вы её сделаете на вот таких опорах. Деревянных желательно. Так будет намного лучше. Ставим мы здесь три блока. Так же, как и спереди. Три блока. И здесь проводим мы тоже три блока. И всё в серединке мы закрываем. Теперь можно поставить внутрь запасную, запасное колесо. Но его здесь никто не увидит. В отличие от того, если вы будете его делать здесь. Вот так это всё будет выглядеть. Можете посмотреть. Но здесь я его делать не буду, потому что его никто не увидит. А если же вы будете делать часть открытую, то делайте. Поднимаем это всё вот так в два раза. Так, сейчас я вам покажу уже финальный снежный крейсер. Я вам сейчас всё объясню. Ну, смотрите, мы используем здесь по краям панели стеклянные, чтобы сделать всё круглее. Здесь ставим пять полублоков именно на блоке. А здесь ставим три ступеньки. Здесь мы ставим нажимные плиты. Вот. На самолёт пока что не смотрите. Здесь мы ставим колесо. Если вы хотите делать двойные колёса, вот так вот мы их делаем. Можно их не делать. Можно оставить обычные. Вот. Теперь самолёт. Он очень простой, поэтому я не буду показывать, как его делать в туториале. Вы сейчас всё сами увидите и поймёте. Если, опять же, мы будем ставить модификацию самолётом, то вот эту штучку, вот эту, нам придётся убрать. Поэтому мы её убираем. И через блок мы ставим вот так ступеньку. И за ней полублок. Это у нас лыжа самолёта. После чего мы на ней ставим шесть блоков. На этих вот лыжах шесть блоков. То есть один, два, три. И в конец мы ставим один блок. Ну вот так, смотрите. Дальше мы делаем ход с самолёта. Здесь по краям мы ставим два полублока. Два полублока. И всё. И вот здесь мы ставим держатель. Держатель хвоста. Он ставится именно вот сюда. На самые, можно сказать, последние шалкер-боксы. Вот, следующий слой. Но сначала нам ещё надо доделать мотор. Здесь мы ставим так перевёрнутую ступеньку. Дальше чёрный какой-нибудь чёрный блок. Или же тёмный полублок. Я вот взял полублок Незера. Дальше мы делаем маленькие крылья. Это у нас всё-таки необычный самолёт. Это у нас Биплан. Поэтому у него есть ещё маленькие крылышки. Мы их делаем из акации крылья. Прямо наверху. То есть, смотрите, у блока верхняя часть и нижняя. То есть, на верхней части вот этих двух блоков мы делаем плиту 4х4. Вот так это всё будет выглядеть. Дальше мотор самолёта. Ставим наверх две ступеньки здесь и две ступеньки здесь. И два блока между ними. Здесь мы ставим одну нажимную плиту для детализации. А винты мы делаем из берёзовых заборов. Вот так вот. Дальше стекло. На второй блок мотора мы ставим обычное стекло. Над ним ковёр. И здесь мы ставим две стеклянные панели. И две стеклянные панели с той стороны. Вот салон будет выглядеть вот так. Дальше мы здесь ставим два блока. За этими двумя ступеньками два блока здесь. Ну, с другой стороны то же самое. Над последним блоком мы ставим ступеньку. Ступеньку. Чтобы она крепилась к стеклянным панелям. Дальше. Дальше мы на нижнюю часть блока ставим вниз. Нет, простите. Это вот видите блок. Последний, да, красный. И здесь мы ставим именно ступеньку. Вот так. А за ступенькой на нижнюю её часть мы ставим полублок. Вот смотрите. А между этими двумя ступеньками наверху, над ними, мы ставим вот так полублок. Если что, под ним блок находится. И за этим блоком мы ставим два блока, чтобы они крепились к держателю. Вот. Дальше хвост. За этим полублоком два блока. И на нижнюю часть блока мы делаем вот такие буквы Г. Горизонтальные стабилизаторы. И вертикальный стабилизатор сделан вот так. Ступенька, один блок. Ну, всё видно. Здесь можно и не объяснять. Между этими двумя ступеньками у нас стоит блок. И под этим блоком ещё один блок. И теперь крылья. Над этим блоком у нас стоит вот так вперёд два полублока. И теперь у нас здесь такие пластинки. Два на четыре блока из акации. Они получаются на нижней части блока. Вот. Также здесь ставим держатели. Их можно сделать или из красных стен, или же из красного песчаника. Ну, это выбирать вам. Это что насчёт самолёта? Самолётом закончили. Надеюсь, всё понятно. Я опять же тут полетаю, чтобы вы здесь могли что-то посмотреть. Кому нужно, кто будет делать самолёт. Чтобы всё, всё, всё поняли. Потому что это для меня очень важно, чтобы вы все поняли, как это всё строить. Вот. Можете ставить на паузу и смотреть. Вот. Дальше. Дальше у нас самое интересное. Это баннеры. Поехали их делать. Начнём с самого обычного баннера, из которого уже будет всё остальное переходить. Для этого берём белый баннер, красный краситель, и делаем маленькую полоску сверху и маленькую полоску снизу. Это не те полоски, которые идут на середину баннера. И делаем самую маленькую полоску в серединке, чтобы у нас получилась такая красная... Ой, белая, жёлтая полоска в середине. Вот. И уже из этого мы делаем остальные баннеры. Для фар нам понадобится просто поставить в середину круг. Вот. Это у нас баннер с фарой. Для баннера со стёклами нам понадобится сделать один такой баннер и один такой баннер. Вот. Пойдёмте, я покажу, куда их ставить. Также обычный баннер тоже не выбрасывайте, он вам тоже понадобится. То есть, где только полоска в середине. Вот. Давайте посмотрим. Сначала посмотрим нос нашего крейсера. Здесь обычный баннер. Дальше баннер с фарой. Обычный баннер с фарой. Обычный. Ну вот, смотрите. Дальше. Баннер, где именно с правой стороны, ой, с левой стороны у нас находится вот этот чёрный квадратик. Мы его ставим с левой стороны снежного крейсера. По середине. То есть, четыре блока и два блока вот в середине. Мы туда ставим. С другой стороны то же самое, только здесь уже баннеры, где квадратик справа. Мы их ставим на правой стороне. Ну, всё логично. А сзади просто три баннера с полоской. Сбоку тоже баннер с полоской. Вот так. Вот и весь снежный крейсер. Опять ставьте, если что, на паузу, чтобы посмотреть. Кому нужно посмотреть, ставьте на паузу. Вот и всё. Надеюсь, вам этот туториал понравился. Эта постройка вам тоже, надеюсь, понравилась. А с вами был Адмирал Дредд. Не забудьте подписаться на мой канал. На канал моего друга, если хотите. У него много интересного контента, так же, как и у меня. Всем удачи в освоении Арктики. И всем пока.